В Варшаве. И я посмотрела пункты, которые там обсуждаются. Мне вот понравился один из предложений к плану победы над путинизмом. Очень громко и красиво звучит. Вот план победы над путинизмом. Возможно ли, вот как думаете, на таких вот мероприятиях его найти, вывести какой-то общий план? Ну и самое главное, наверное, какой путь к этому плану должен быть и нужен быть? Ну, дорогу оселить идущих, что называется, да. А вообще, по поводу конкретно вот этого мероприятия, ну, знаете, здесь все-таки есть такая позиция, да, что, в общем-то, российское вооруженное сопротивление, наверное, это самый такой, как бы, эффективный сегодня пункт в возможной победе над путинизмом. Точнее, не в возможной, а в неизбежной, потому что таковое еще что-то. Другие организации часто говорят о том, что, ну, вот я по себе могу сказать, что когда я возвращаюсь в средний фронт из Украины, мне говорят, зачем ты пожимаешь руки, украинских бойцов и обнимаешь их, там, прощаясь, да, выезжаешь в средний фронт и показываешь это в своих фильмах, у тебя же не будет перспектив в российской политике больше никогда из-за этого. Но понимаете, какая штука? Мне, например, не нужны никакие политические перспективы в стране, которая будет и дальше относиться к Украине и к этой войне так, как сейчас она относится. И поэтому, собственно говоря, когда собираются такие люди, которые так вот думают, то это неплохо на самом деле, и решения прийти определенные могут. Естественно, сразу сделают поправку, что многие говорят о том, что вот это там съезд Пономаревский или еще какой-то, да, то есть это не так на самом деле. Там очень много разных людей, и там есть очень много, с очень разными мнениями людей на самом деле, что очень хорошо, там есть там от бывших единородцев, там, да, там и коммунистов, которые рядом друг с другом сидят, тут еще и либертарианцы, тут еще... Там очень-очень серьезное представительство, и есть неплохая легитимность, в принципе. Хорошая идея еще в том заключается, что это бывшие люди, за которых проголосовали конкретные россияне, много россиян. Для меня вот проголосовал Красногорск, от столицы Московской области, немного, немного. То есть как бы это серьезный город, серьезные люди, которые как бы сделали свой выбор. Соответственно, я могу говорить не просто от себя, а от кого-то еще. Соответственно, поэтому, когда ищут какие-то решения вот в таком формате, я еще, конечно, надеюсь, что съезд не уберет стереотипы, которые сегодня живут вокруг него, что это слишком нишевая организация, слишком закрытая, слишком радикальная, что тоже категорически неправда. Да, да, есть там люди, которые радикально настроены, которые говорят, что только насилие и так далее. Ну, например, есть люди, которые насилие вообще не принимают, и там за соседним стулом находятся, да, то есть на соседнем кресле сидят, и, собственно говоря, не мешает им спорить. Поэтому, напротив, мне кажется, это хорошая площадка, и людям надо на нее приходить, надо разговаривать на ней. И, в общем-то, здесь есть представители западных стран, которые тоже слушают с интересом, потому что они понимают, что это как бы некое представительство такое. Поэтому, собственно говоря, эту площадку, мне кажется, недоосвоена она, если надо быть большим количеством людей. И если сегодня, например, пройдет мое предложение, когда я говорю, то, что вообще нужно принимать вот в эту вот переучрежденную Россию, а сегодня, как вы знаете, есть территории Юга России, которые Путин не контролирует полностью. И там вот части, значит, Курской и Белгородской областей переходят постоянно, контроль из рук руки, а сегодня, например, там Памф Теткин вообще никаких войск в итоге нет. Да, вот конкретно сейчас в эту минуту. Что мешает в этой территории, которую Путин не контролирует, объявить новой Россией, новой Российской республикой? И, собственно говоря, а чем отличается легитимность этой республики от легитимности Путина, которую он получил на пеньках абсолютно незаконно, да еще и правил голосование в чужой совершенно стране, в Украине, да? Совершенно здесь, в общем-то, понятно, что ничего не мешает, что с такой сербскую Украину нам сегодня основать, да? У нас, помните, такая была страна, нам просто как бы есть желание людей, которые живут на этой территории, переучредить эту страну. Но тогда надо, еще раз говорю, не как вот сегодня съезд какой-то, считается, закрытой организацией, а открыться миру, пригласить всех, пригласить всех, кто хочет, там, тысячи людей должны быть, а не десятки, не сотни, как сегодня, и, соответственно, они могут представлять вот это вот новое некое пересобранное российское государство, пересоберем, как Симирон пел. И вот это то, почему я здесь, я пока как гость, я все-таки не хожу ни в какую команду, то есть, значит, какая журналист сразу говорит, что я перешел от Ходорковского к Пономареву, но я у Ходорковского в штабе не был, да, я там по грантам каким-то работаю с ним, но не более того. Соответственно, и Пономареву в штаб, я вообще не знаю, что они такого штаба, да, или я хороший мой знакомый, товарищ, можно даже сказать, но здесь, в общем-то, у меня совершенно разные с ним взгляды по многим проблемам, и сегодня, например, я в том выступлении, которое я спланировал, я буду его много и критиковать, соответственно, и предлагать какие-то совершенно другие решения. Но мне нравится, что есть такая площадка, где можно это делать, и где можно себя вот так вот выражать и говорить о том, что тебе дорого и важно. Соответственно, как бы таких площадок должно быть много, я вообще по всем готов ездить. Ну, я думаю, что точно Путину, к сожалению, все равно на эти все площадки, потому что он говорит следующее, что он готов идти до конца. И наверняка эта фраза напугала самих россиян, не Украину точно, потому что потом вышел Песков и начал оправдываться, что он имел в виду, что, мол, он будет идти до конца в своих целях СВО, так называемой. Вот такие фразы звучат громко. Как думаете, это от, не знаю, от безысходности, от того, что Путин уже не знает, куда идти и что делать? Или все же это какая-то случайная была фраза, которая вырвалась от него, может, я не знаю, от сердца? Или как это еще можно объяснить вообще? Путин находится в тупике, он в безысходности, он в истерике, он в одном и том же предложении, сам себе противоречит на 180 градусов. Посмотрите, вот мой друг и коллега Абаз Галямов приводил его фразу об Украине и о ее то ли желании, то ли нежелании, чтобы россияне вышли с территории. Там так очень странно сказано, что, я думаю, что Путин сам себя не понял, наверное, но точно просто заговаривается, это старость, это неуверенность в себе, это самоедство из-за вот этой череды поражений и неуспехов, и провалов в управлении, провалов в политике. Путинский режим находится в положении агонии, Путинский режим находится в ситуации излета, Путинский режим разрушится на наших с вами глазах, и пока он держится только потому, что россияне по-прежнему это тараканище воспринимают как одетого короля, и, соответственно, просто в какой-то момент вся эта система встанет, и все развалится, как в Советском Союзе, просто, грубо говоря, от того, что этот колосс на глиняных ножках, ну, кто-то уже подставит ему под ножку, а мы, вот российская оппозиция, вместо того, чтобы это сделать, вот сегодня опять грандиозный срач в Твиттере на предмет того, кто в чем больше прав, в том, что он больше не прав, честно говоря, именно поэтому я все чаще и все больше предпочитаю ехать в Украину, показывать преступления Путина на линии фронта, показывать украинцам, что есть россияне, которые категорически и полностью на стороне Украины, показывать россиянам на самом деле правду, что там происходит, и считаю, что вот это гораздо более сегодня нужное занятие, чем вот друг с другом выяснять отношения в смысле уровня белизны своего пальто. Вот это, конечно, отвратительно, я не знаю, когда это кончится и кончится, или когда будет. По поводу разных процессов в России, мы видели очень много перестановок в Минобороны, а теперь стало известно от источников важных историй, что некий Сергей Беседа покинул пост руководителя пятой службы ФСБ. Эта служба, пишут, она занимается сбором информации внутри России, в странах бывшего Советского Союза, и также, мол, Путин во многом полагался на сведения, которые именно эта служба пятая предоставляла, когда он думал о масштабном вторжении в Украину. Это о чем-то говорит, какие-то процессы, значит, происходят. Путин производит зачистки, какие-то другие люди. Как нам это все понимать вот сегодня здесь? Это очень интересная информация, на самом деле. Я тоже об этом размышлял, поскольку про генерала Беседу еще была интересная информация о том, что он находился в личном непосредственном контакте с рядом серьезных достаточно оппозиционеров. В том числе назывались организации такие, как ФБК, и называлась фамилия конкретно, фамилия И, Волкова и Жданова, которые якобы были в контакте с этим Беседой, и что якобы через него, соответственно, пришли сливы, вот, в частности, на Тимура Иванова, когда его атаковало ФСБ. И, соответственно, ну, то есть это же как бы достаточно серьезный инструмент, да? То есть когда ты мочишь своего врага, будучи госчиновником российским, не через российские СМИ, не через российскую пропаганду, а через пропаганду, которая как будто бы к себе не имеет отношения, то есть через независимые либеральные СМИ, и, соответственно, если сопоставить эти факты, если, например, это вот оказывается правдой, да, тот вот слив, который мне сделали по поводу беседы вот этих ФБКшников, то, значит, здесь очень понятная логика, почему он уволен, потому что, посмотрите, например, беседа сливает в ФБК вот эту вот тяжелую для Путина информацию, такой мощнейший удар по репутации Путина, вот в том, что, значит, творилось и творится в Минобороны России. Значит, в это же самое время, да, вот ряд путинских друзей, одних атакуют других путинских друзей, устраивают там полный кавардак, абсолютно деморализуют армию, доводят некоторых генералов типа Попова, например, до вообще попытки бунта. Этот вот факт, я думаю, что уже никто не оспаривает, что он размышлял вполне серьезно и обсуждал с другими генералами таковой бунт. И, соответственно, значит, тогда Путин, когда все это выяснил, он увольняет Шойгу, он увольняет с другой стороны Патрушева, который тоже был участником этой вот, значит, это как бы помягче без мата сказать, да, этой ругани. Вот так вот скажем. Значит, соответственно, теперь как бы распространяется это все дальше, то есть как бы дошли теперь и вот того самого генерала беседы, который, получается, Бигфорда в шнур подпалил, когда отдал в прессу, да, особенно в прессу либеральную, вот эту информацию. И, соответственно, в принципе, вроде как все красиво вполне исходится. Я вот допускаю, что это было так. То есть, грубо говоря, они там все заигрались. А это для нас с вами очень хороший сигнал. То есть получается, что царя этого, в кавычках, никто уже ни во что не ставит. То есть они ведут свои игры, они сами сплетут свои интриги. И то, что сегодня он их всех поувольнял, на самом деле это не так уж и важно. Потому что, во-первых, он не уволил всех участников интриг. По-прежнему, значит, и у Патрушева свои люди везде остаются, у Шойгу остаются, тем более у ФСБшников беседы, там всю жизнь себя окружал сексотами, агентами, наработал там, украл кучу денег, как и все ФСБшники. И, соответственно, вот они сейчас все дальше будут все эти интриги продолжать. И закончится это все рано или поздно на том, что они подумают, а зачем нам вообще нужен Путин? Мы друг с другом-то договориться можем, а этот безумный дед всем мешает, все разваливает и устраивает еще какие-то безумные кровавые авантюры, да еще и всех обещает сжечь в гиенне огненной ядерной войны. Поэтому, собственно говоря, очень хорошие сигналы, пусть идут дальше. Кстати, о ядерной войне два дня подряд Путин говорит о ядерном оружии, в частности, возможности снижения порога применения ядерного оружия. В российской ядерной доктрине об этом также пишут и обращают внимание американские аналитики из изучения войны. Они говорят, что Путин озвучивает ядерные угрозы, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в Украине. Вот как думаете, мы часто говорили о том, что Путин пугает, Запад, наверное, на это обращает внимание, но все же сегодня эти заявления, особенно после поездки в КНДР, они как-то по-новому звучат или все же как всегда? Смотрите, Путин подрывает тем самым сам себя. Почему я так вот, у меня такие эмоции были на лице, когда вы задавали этот вопрос, поскольку я говорил с друзьями-американцами вчера, позавчера, вообще все то время, что мы обсуждаем визит Путина, так называемый, в КНДР. Этот визит произошел сразу после того, как Путин начал пугать, что я тоже вот начну кое-какие страны сейчас накачивать оружием. У него нечем накачивать КНДР, кроме ядерных программ своих, потому что у КНДР сегодня 50-60 боеголовок ядерных. КНДР хочет, чтобы их было больше, и они готовы потратить весь несчастный риск в этой несчастной стране и всех там совсем оставить без еды. Но купить эти боеголовки, и тогда они станут более серьезным игроком там в этом регионе, в котором они хотят стать более серьезным игроком. То есть, очевидно, для американцев это сильнейшая, тяжелейшая угроза. Если вы, например, не в курсе, то для американцев Северная Корея это такой жупел сегодня, по клещу которого в мире нет никакого. И поэтому то, что Путин начал играть вот с этим, это такой огонь, который его поджарит очень скоро, потому что американцы Северную Корею действительно боятся, потому что там этот непредсказуемый КИМ, там потому что много лет пестовалось вот в населении эта агрессия, и население готово сгореть в гиене огненной ради того, чтобы жахнуть по Вашингтону ядерные бомбы. Американцы прекрасно это знают, и американская разведка это знает. И вот сейчас Путин, грубо говоря, наступил на вот мину такую, и он уже все, ничего с этим не может сделать, потому что когда с нее соступишь, то она взрывается, к сожалению, в Украине. Это хорошо известно. И, соответственно, это вот ситуация гарантированной смерти, либо политической, либо физической для Путина. И как вот она случится, это лишь вопрос времени, потому что сейчас вот мы с вами обсуждаем, да, новости сидим, а в это же время в одном красивом пятиугольном здании в Вашингтоне обсуждается совершенно другое, обсуждается устранение этой агрессии для США. Устранение означает устранение именно Владимира Путина. Еще раз подчеркиваю, либо политическое, либо попросту физическое. Это вот он залез туда, где точно ему рога пообломают. То есть если вдруг не станет одного Путина, все может поменяться, правильно? Или там нужно несколько человек ликвидировать, скажем так? После ликвидации Путина все резко поменяется, потому что сегодня Путин вот этот тот паучок, который в себе сосредоточил, знаете, на себе сосредоточил, очень замкнул важные элементы управления Россией. Потому что сейчас, чтобы свергнуть Путина, нужно большому количеству россиян договориться о чем-то одном, да еще и чтобы об этом никто не узнал в процессе, чтобы их не поубивали, как Пригожина. Соответственно, поэтому для элит избавиться от Путина довольно тяжело, просто это технически сложно исполнимо, потому что, еще раз, много акторов, много игроков. Но, соответственно, либо они это сделают, либо если они это не сделают, то кто-то сделает это за них. И, соответственно, дальше все пойдет довольно просто, потому что, да, понятно, что там будет какой-то новый упырь из круга тех, кто победит в грязне за кресло Путина, но они сразу же побегут договариваться с Америкой, с Европой, они сразу же начнут торговаться за какие-то уступки свои в обмен на какие-то уступки с той стороны, и тоже, чтобы не убили очередного, значит, либо не устранили его каким-то другим путем, если это не будет убийство. Значит, соответственно, мы вот сейчас с вами на пороге этого увлекательного процесса. Дай Бог только вот одно, чтобы как можно меньше украинцев и мирных россиян погибло вот в процессе вот этого вот всего излета путинского. Ну, в любом случае, Путин пока еще будет пытаться собрать как можно больше россиян на войну в Украину. Известно, что вслед за следкомом и полиции к вербовке обвиняемых на войну подключили МЧС, ФСБ и таможню. А еще писали накануне разные СМИ, что российские регионы в 15 раз подняли выплаты за отправку на войну, то есть поднимают ставки, поднимают суммы, ну и так понимаю, что пока еще проблем с этим пулем Путина нету, как говорят наши военные, которые видят это все на линии фронта. Как думаете, вот эта вот такая массовая вербовка, это про что? Уже заканчиваются люди? Люди уже не хотят идти? Или все же Путин просто собирается собрать как можно больше сил, скажем так, чтобы для какого-то нового наступательного кулака или что-то подобное? Люди заканчиваются, люди идти не хотят. Этот процесс довольно давно уже понятен и очевиден, как божий день. Соответственно, вот мы сейчас с вами говорим, а мне вот сейчас рассказывали из одного из российских регионов о том, как там празднуют то, что один из родственников близких отказался подписать контракт, на который его там уламывали тоже, используя штантаж различных видов. Соответственно, то есть все уже понимают, что это либо верная смерть, либо вечный позор, ну либо и то, и другое. Значит, соответственно, да, вот эти все выплаты, к сожалению, они, конечно, в определенном таким образом действуют, и все-таки какое-то количество людей им пылесоситься удается. И именно поэтому, да, вот все видео, которые на этой неделе были распространены в большом количестве, мы видим вот этот ужасающий просто моральный облик вот этого российского солдата, да, который абсолютно глуп, не образован. Он думает, что в России живет миллион человек, и он рассказывает честно, что убивать и быть убитым пошел ради вот этой вот высокой зарплаты, потому что у него кредиты, а один честно сказал, что потому что хотел построить теплый туалет. Соответственно, вот эти вот люди, которые за теплый туалет готовы стать подонками или готовы умереть, ну, соответственно, все-таки в России количество ограничено, да, там, чтобы там не говорили о там каком-то там гении, да, какого-то негодяйства, на самом деле, как молодой ученый и кандидат в науку, в общем-то, сообщает, что такого гена не существует. И поэтому, значит, просто, да, вот было определенное количество подобков, которые сейчас заканчиваются. Ну, вот кому теплый туалет, а кому частные авиаперелеты и бизнес-классы. О чем я? Известно, что Евросоюз в 14-м пакете санкций ведет запрет на частные авиаперелеты российских физлиц, компаний и ведомств, и, другими словами, перелеты на бизнес-джетах. Так думаете, это сильно ударить по российской экономике, скажем так, может, по самолюбию отдельных людей? Анастасия, это никак по России, по Путину не ударит. На самом деле, это такая вот, вы знаете, злость у меня возникает, когда я слышу вот про такие санкции, а-ля мы бизнес-джетов сейчас делаем, российских меньше, мы запретим россиянам в Казахстане слушать группу PlaySibo. Понимаете, это страшно будет для Путина, конечно, большим ударом, он будет сидеть под столом и плакать. Послушайте, сегодня Путин получает деньги на войну из одного только лишь источника, из вот этой незаконной танкерной торговли нефтью. И эта танкерная торговля ведется, собственно, покупают эту нефть и нефтепродукты, которые из этой незаконной нефти перевариваются в Индии, покупают Америка и Европа. И вот вместо того, чтобы заниматься фигней, они бы делом занялись, они бы прикрыли эту торговлю. Потому что это единственное, что пока еще дает теплиться путинскому режиму, путинизму и войне. И вот как только они это сделают и смирятся уж с тем, что бог там с ним на 10 центов подорожает, у них нефть, видите ли, нефтепродукты и бензин, да, и они будут недовольны, у них косты на бизнес вырастут, электорат будет недоволен, у них там электорат будет недоволен 10 центами роста на бензин, а у нас тут люди каждый день тысячами гибнут. Я, простите, что они иногда ассоциируют себя с Украиной тоже, и говорю, у нас, имея в виду, естественно, вот это вот, да. Соответственно, вот это вот нужно им сделать. И, собственно, вот мы с вами во всех этих наших эфирах мы должны вот это все объяснять тем, кто может услышать, чтобы эта позиция была очень четко сформирована, чтобы было понятно, что украинцев не развести вот этими, вы знаете, простите, пожалуйста, но это же пыль в глаза называется, пускай, бизнес-джета они запретят. И что, Путин там сейчас расплачется и закончит войну? Нет, он закончит войну тогда, когда вы нефть у него перестанете покупать. Да, ну и еще Путин ищет пути, как сегодня создать еще один аналог Свифта, и уже пишет, поручил богатейшие миллиардарши России. Зовут ее Татьяна Вокольчук. Да, и вот здесь интересно, насколько возможен такой новый проект Путина, и есть какие-то, может, страны, которые согласились бы променять Свифт на что-то путинское, скажем так, или все же там будет какие-то позволяться сидеть на двух стульях или пользоваться и тем, и тем. Какие здесь перспективы, как думаете? Анастасия, здесь так уже много раз на бумаге россияне заменили. Что-то только уже не заменили. Уже и русские убийцы айфонов-то у них вышел. И уже ее мобиль-то вышел, который убил Теслу. Уже и у них Рутюб затмил Ютуб так, что со страшной вообще нечеловеческой силой все благерят только на Рутюбе, а Ютуб вообще что-то такое тфу да растереть. Вы знаете, в таких попытках было на наших с вами глазах сотни. Не удалась ровно ни одна. Эта страна гвозди не научилась производить. Гвозди. Об этом Валентина Матвиенко говорила. А обо всем остальном говорили все остальные. А то, что они делают и то, что должно как бы делаться хорошо. И еще здесь с советских времен были наработки с теми же самыми ракетами. Они и это все похерили, и ракеты у них через одну падают. И те ракеты высокоточные, которые они называют высокоточными, они высоко неточные. Они попадают туда угодно, только не туда, куда они целили по Украине. И они попадают в самые разные места, включая, к сожалению, те, где люди гибнут. И, соответственно, эта страна не в состоянии сегодня вот с этой прогнившей властью, с этой вот единственной скрепой, на которой все держится в виде коррупции. Она не способна произвести что-то такое, что является высоко технологичным. Когда мне говорят, что русские хакеры сейчас там выберут Трампа, прекратите эту ерунду говорить. В Америке Силиконовая долина. А в России там полтора калеки, которые сидят на старых компьютерах, которые новые только не представляют давно. А что там присылает Китай? Не самое лучшее, я думаю. Соответственно, это все абсолютно разговоры в пользу бедных, а в данном случае еще и в пользу жестоких. Ну еще интересное заявление было накануне премьера Британии. Ариши Сунак, он заявил, что лидер евроскептической партии Reform UK Найджи Фарадж ошибается, когда говорит, что Запад спровоцировал вторжение России в Украину, как об этом пишет издание BBC. Вот по поводу провокации, да, вот сегодня уже, я так понимаю, после визита в КНДР можно говорить, что уже Путин спровоцировал. И если верить сегодня также другим заявлениям штатам, что, мол, Путин не поехал бы также в КНДР, если бы все у него было хорошо. Потому что, если так припомнить, в последние десятилетия Путин никогда ни у кого не просил помощи. Как сегодня вы это все видите, вот именно в плане провокации. Кто кого спровоцировал, Путин идет на эскалацию больше. Запад, можно ли сегодня мериться, скажем так, такими ставками? Анастасия, очень печально, конечно, что в Европе находятся политики, которые говорят прямо вот по кремлевским нарративам, и у меня есть прям глубокая уверенность, что говорят не бесплатно. Но бог с ними, история всех рассудит. Сейчас такое время, когда ничего скрыть нельзя, когда о каждом человеке, о вас, обо мне, о Найджеле вот этом вот и так далее, обо всех будет все известно рано или поздно. То есть поэтому бог им судья, что называется, ну, желательно еще и на земле тоже получить свой приговор, если брал взятки у этого негодяя, который разрушает мир. Теперь, значит, что называется по существу, спровоцировали или не спровоцировали. Ну, послушайте, в мировой политике всегда была грызня между разными странами. Была всегда толкотня локтями за ресурсы, за влияние, за позиции своей страны. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что просто каждый выбирает для себя какие-то моральные установки и правила, и ограничения. Соответственно, ну вот, например, я не могу убить никакое живое существо. Я единственный раз в жизни сходил на охоту и сам не смог выстрелить зайца, который был там очень близко, и еще и не позволил никому это сделать. Ну, вот просто не могу я, простите уж. Да, ну вот Путин может убивать сотни тысяч людей из интересов каких-то эфемерных, как бы своей страны, которую все он защитил до сочности, до наоборот. Русский мир сегодня он разрушил в Украине полностью ровно на 100%. Там все, кто считали себя русскими, сегодня считают себя украинцами, являются патриотами этой страны. Соответственно, русский мир уничтожен в значительной степени и в остальном мире, потому что показывать этот красный паспорт сегодня стыдно и так далее. И все это он делал, вот исходя из вот этих моральных своих установок, которые позволяют ему бомбить мирных людей. Ни в чем не виноватых убивать граждан соседней страны с международно признанными границами. И все претензии к которой, послушайте, безусловно, безусловно, американцы преследовали свои интересы в Украине. Точно так же, как все остальные страны, во всех остальных других странах преследуют свои интересы. А упрекать их за это нельзя ни в коем случае, потому что это то, как действует мировая дипломатия. А вот те, кто действует уже не в рамках дипломатии, а начинают швыряться бомбами, вот это уже и называются люди военными преступниками. Вот этот классический военный преступник Путин, он, надеюсь, получит еще на этом свете свою оценку за эти преступления. Все очень и очень просто. Ну и вместе с тем Путин еще надеется, что с ним будут разговаривать. Вот недавно Песков опять же заявил, напомнил, что Путин говорил о перспективах диалога и сказал, что мы готовы к диалогу с штатами. Заинтересованы в таком диалоге, но только комплексному. Но здесь интересно, кто кому еще условия должен ставить. И вот неужели сегодня в России искренне не понимать, во-первых, почему их не позвали на саммит в Швейцарии, ну и что следующий саммит, даже если он будет, ну вряд ли с Путиным, потому что если говорить о позволении Швейцарии приехать Путину, обещая взамен, что они не будут надевать на него наручники, ну вряд ли Путин согласится. А кто из других людей может достойно, скажем, вообще хоть как-нибудь представлять Россию, здесь также вопрос. В поводу переговоров, чего хотят на самом деле в России? Ну, смотрите, во-первых, все-таки действительно вот Северная Корея, вот этот вот визит и, значит, угроза накачать Северную Корею ядерным оружием российским, это вот самая последняя черта, которую Путин пришел. Вот теперь можно с гарантией вот 100% из 100, вот ровно, без эмоций, говорить о том, что американцы точно разговаривать с Путиным не будут ни о чем. Они будут Путина еще раз устранять, физически или политически, это один из двух вариантов. Значит, соответственно, по поводу всех остальных, да, может быть, Китай будет делать какие-то попытки, да, может быть, Эрдоган будет продолжать вилять своей филейной частью, но вряд ли они смогут убедить в чем-то Америку, которая действительно важна и значима игрока в многих международных процессах, потому что они уже сегодня поняли, что все, точно с этим парнем разговаривать не о чем, потому что он зашел за флажки, которые вполне себе в Америке-то как раз были очерчены достаточно понятно. И вот эти флажки, вот они как раз были флажками, если хотите, вот такими стене, бело-красными со звездой посередине, флагами КНДР. Ну и еще важно, следующий саммит, который будет касаться мира, конечно же, все говорят о том, что там Россия должна быть в каком-нибудь виде. Как вы эту историю видите? Это должно быть и лучше было бы до выборов штатов, после или сегодня вот такой прогноз вообще невозможен? Ну, посмотрите, во-первых, сейчас все-таки в мире достаточно активно ведется обсуждение того, что голос каких-то россиян антивоенных, антипутинских, безусловно, должен приниматься в расчет, поскольку, ну, на территории России после смерти Путина или после его ухода из политики каким-то образом, да, в тюрьму или куда-то еще, значит, на территории России не возникнет еще один океан, там будет какая-то страна, там кто-то должен будет находиться, соответственно, поэтому, конечно, там какие-то люди должны быть, и очень здорово, что в этом смысле и Украина проводит, например, вот эти съезды российской оппозиции, потому что, конечно, голос Украины здесь будет определяющим, потому что, ну, с кем согласиться из россиян говорить Украина, грубо говоря, но с теми согласятся и все остальные страны, потому что понятно, что если американцы приведут за ручку какого-нибудь Васю Петрова и скажут украинцам, вот смотрите, это вот россияне, с которым мы хотим, чтобы мы поговорили, а украинцы скажут, что нет, Вася Петров замешан в военных преступлениях и вообще там смотрите на его биографию, поэтому понятно, что начинать надо с другого, да, начинать надо с того, чтобы Украина, первое, очень акцептовала тех людей, которые, соответственно, могут быть вот участниками этих разговоров о том, что будет дальше на месте России, так как океана там не будет, как мы с вами уже выяснили. Соответственно, да, это очень правильный процесс, а как этих людей подобрать, отобрать, слушайте, ну вот есть же всякие разные идеи, да, обсуждаются, ну вот Каспаров говорит про некий виртуальный Тайвань, да, где, соответственно, россияне каким-то образом должны получить какой-то документ, они должны быть каким-то образом проверены на действительной честности своей позиции, что нет войне, нет путинизма Украины в границе 91-го года, соответственно, об этом же говорит Ходорковский, да, вот недавно там были очень интересные идеи по поводу, да, вот таких же вот чего-то типа серых паспортов, да, например, то есть есть вот эта идея о том, чтобы основать вот эту Российскую Республику на неконтролируемых полностью Путиным территориях Юга России, да, и то есть и там будет некая условная сербская окраина, да, там аналог, будет некая российская окраина, да, и которая будет, соответственно, некой легитимизации каких-то вот будущих россиян, которые должны будут когда-то, ну элементарно, в общем-то, вернуть Россию в состоянии какой-то более или менее цивилизованной страны. И поэтому, да, этот процесс продолжаться будет. Здесь, конечно, к сожалению, плохо, что очень много руганий вокруг всего этого. Там некогда серьезный уважаемый человек Андрей Ларионов там пишет какие-то гневные статьи относительно идеи Каспарова и Ходорковского, обзывает Каспарова тайванщиком после того, чтобы вести диалог и дополнять друг друга. Вот, к сожалению, многие россияне используют вот такую риторику. Там кто-то из участников съезднородных депутатов на главе Федорковского, идиотом на прошлом форуме, значит, российской оппозиции во Львове. И это тоже никак не красит, да, тех людей, которые таким образом себя ведут. Тогда, как вот мы сегодня на пороге таких важных процессов, и мы должны помогать миру установить какие-то нормальные правила игры для России вот ближайшего будущего.